Глава 21 Качество Шикришна Личностные свойства можно разделить на две группы. К одной относятся скрытые свойства, а к другой — явные. Когда Кришну скрывают одежды, Его подлинный облик становится недоступным глазу. Пример скрытых личностных качеств Кришны приводится в Шиман-Бхагаватам. В связи с Дваракалилой, Пребыванием Кришны в Двараке в роли Царя. Иногда Господь Кришна развлекался, переодеваясь женщиной. Увидев Его в этом обличье, Удову воскликнул. Поразительно, что я испытываю к этой женщине Такую же экстатическую любовь, как к самому Господу Кришне. Похоже, что это сам Кришна, Переодетый женщиной. Один преданный, увидев Господа в Его проявленном личностном образе Кришны, Стал воспевать красоту Его тела. Как удивителен этот образ Господа Кришны. Его шея очень похожа на раковину. Его глаза так прекрасны, Что кажется, будто они состязаются в красоте с цветком лотоса. Его тело своим темным оттенком напоминает дерево Тамала. Шлем из волос защищает его голову. На Его груди знак сживаться, А в руке Он держит раковину. Красота Маду судненная, Врага демона Маду. Так пленительно, Что Он может даровать мне духовное блаженство, Просто позволив Созерцать свои трансцендентные качества. Изучив различные писания, Шилрупа Госвами составил следующий перечень Трансцендентных качеств Господа Кришны. У Него прекрасная внешность. На Его теле можно обнаружить все благоприятные знаки. Его облик радует глаз. Он излучает сияние. Он силен, Вечно юн, Замечательный знаток языков, Правдив, Приятный собеседник, Красноречив, Высокообразован, Очень разумен, Гениален, Артистичен, Необычайно изобретателен, Умел, Благороден, Непреклонен. Совершенство знает, Как поступать согласно времени и обстоятельствам, На все смотрит, Сквозь призму вет Священных писаний. Он чист, Владеет собой, Решительен, Терпелив, Снисходителен, Непроницаем, Самодостаточен, Беспристрастен, Щедр, Религиозен, Отважен, Сострадателен, Почтительен, Учтив, Терпим, Застенчив, Он защитник, Предавшихся ему душ, Счастлив, Добр к своим преданным, Его покоряет любовь. Он всеблагой, Самый могущественный, Самый знаменитый, Всеобщий любимиц, Питает пристрастие К своим преданным. Он очень притягателен Для всех женщин, Объект всеобщего поклонения, Обладает всеми достояниями, Почитаем всеми, Он Верховный Повелитель. Верховная Личность Бога, Кришна, Обладает всеми пятьюдесятию, Трансцендентными качествами, Во всей их полноте, По глубине сравнимы, Лишь с океаном. Иначе говоря, Степень проявления, В Господе этих качеств, Непостижима. Будучи неотъемлемыми, Частицами Верховного Господа, Индивидуальные живые существа, Тоже, Хотя и в очень малой степени, Могут проявлять все эти качества, Когда становятся Его чистыми преданными. Иначе говоря, Преданные до какой-то степени Могут обладать Перечисленными Трансцендентными качествами, Но полностью Эти качества Присутствуют только В Верховной Личности Бога. Есть также другие Трансцендентные качества, Которые описаны В Падму Пуране Господом Шивой Для своей жены Парути. Или в первой песне Шиман Багватам В беседе между Богиней Земли И царем религии Ямараджей. Там говорится, Того, кто хочет стать великим, Должно украшать Следующие качества. Правдивость, Чистота, Милосердие, Непоколебимость, Отрешенность, Спокойствие, Простота, Самообладание, Уравновешенность, Аскетичность, Беспристрастие, Выдержка, Безмятежность, Ученость, Знания, Свобода от привязанности, Богатство, Смелость, Умение влиять на людей, Сила, Хорошая память, Независимость, Тактичность, Сияние, Терпеливость, Добродушие, Изобретательность, Мягкость, Хорошая манера, Решимость, Эрудиция, Ответственное отношение к долгу, Обладание всем, Что приносит наслаждение, Серьезность, Стойкость, Брянность, Слава, Почтительность, И отсутствие самомнения, Желающие стать великими душами, Обязаны обладать всеми этими качествами, Поэтому можно не сомневаться, Что они есть и у высшей души, Господа Кришна. Помимо пятидесяти трансценятных качеств, Упомянутых выше, Господь Кришна обладает еще пятью, Которые иногда отчасти проявляются В Господе Брахмане И Господе Шиве. Он неизменен, Всеведущ, Вечно юн, Саачи Тананда, Обладает вечным, Исполненным блаженства телом, Обладает всеми Мистическими совершенствами. Кроме того, У Кришны есть еще пять качеств, Проявляемых в образе Нарайны. Он обладает непостижимыми энергиями, Бесчисленные вселенные Исходят из его тела. Он является изначальным источником Всех воплощений Бога, Убивая своих врагов. Он дарует им освобождение. Он привлекает к себе Освобожденные души. Все эти трансцендентные качества Чудесным образом Тоже проявляются в личности Господа Кришны. Помимо названных шестидесяти Трансцендентных качеств, Господу Кришне присущи еще четыре, Которых нет, Даже у Нарайны, Не говоря уже о полубогах И обычных живых существах. Он являет разнообразной, Чудесной игрой, Особенно в детстве. Он всегда окружен преданными, Питающими Необыкновенную любовь к нему. Своей игрой на флейте Он способен привлекать Всех живых существ Во всех вселенных. Он обладает Необыкновенной красотой, С которой не может сравниться Ничто Во всем мироздании. С учетом этих Четырех исключительных Качеств Кришны Общее число Его качеств Становится равным Шестидесяти четырем. Шеварупа Гасвамина Привел свидетельство Разных священных писаний, Чтобы проиллюстрировать Среди четыре качества Присущих Личности Верховного Господа. Далее следует Подробное описание Этих качеств. Первое Прекрасное телосложение Любое сравнение Частей тела Господа С материальными объектами Никогда не будет точным. Материальные сравнения Необходимы только Для того, чтобы Обыкновенные люди Не способные понять Насколько прекрасно Тело Господа Могли хотя бы До какой-то степени Представить это. Говорится, что лицо Кришна Прекрасно, как луна. Его бедра Могучие, как хобот слона. Руки Подобны двум колоннам. Его ладони По форме напоминают Лотоса. Его грудь Подобна Парадному входу Его бока Похожи на пещеры А средняя часть Его тела На террасу Второе Благоприятные знаки Определенные Особенности Различных частей Тела Считаются Очень благоприятными И все они Присутствуют В теле Господа. Вот что Сказал о благоприятных Знаках На теле Господа Кришна Один из друзей Махараджа Нанды О, царь пастухов Я насчитал Тридцать два Благоприятных Знака На теле Твоего сына Остается Только удивляться Как такой Ребенок Мог родиться В пастушеской Семье Обычно Приходя на землю Господь Кришна Является В семье Кшатриев Царей Как было Когда он Воплотился В образе Господа Рамачандры Иногда Он является В семье Брахманов Но Придя В образе Кришна Господь Играл роль Сына Махараджа Нанды Хотя Нанда Принадлежал К сословию Вайшев В обязанности Вайшев Входят Занятия Торговлей И забота О коровах Поэтому Грук Нанды Принадлежавший По всей видимости К сословию Брахманов Выразил удивление Тем, что Такой возвышенный Ребенок Родился В семье Вайшев Как бы то ни было Он указал На благоприятные Знаки На теле Кришны Его Приемному Отцу Брахман Продолжал Семь мест В теле Этого Мальчика Излучают Розовое Сияние Глаза Ладони Подошвы Стоп Неба Губа Язык И Нагадки Розовый цвет Этих Семи Мест Считается Благоприятным Знаком Три части Его тела Очень широки Талия Лоб И грудь Три части Его тела Кратки Шея Бедра И гениталии Три части Его тела Очень глубоки Голос Разум И пупок Пять частей Его тела Высоки Нос Руки Уши Лоб И бедра Пять частей Его тела Тонки Кожа Волос На голове И теле Зубы И кончики Пальцев Все вместе Эти черты Встречаются Только У великих Личностей Линии Судьбы На ладонях Кришна Также Относятся К числу Млагоприятных Знаков В связи С этим Одна пожилая Гопия Сказала Махараджинандя У твоего сына Замечательная Линия Судьбы На его ладонях Можно различить Знаки лотоса И колеса А на стопах Знаки Флага Молнии Рыбы Стрекала Погончика Слонов И лотоса Только Посмотри Какие у него Благоприятные Знаки Третье Радующий Глаз Прекрасные Черты Тела Которые Приковывают К себе Взгляды Окружающих Называют Ручера Радующими Глаз Такая Привлекательность Тоже Присуща Кришне Третья Песня Шримад Бхагаваттан Об этом Сказано Так Когда Царь Ютхира Совершал Жертвоприношение Раджасуя Верховный Господь В своем Радующем Глаз Идеянии Появился На помосте На церемонию Были приглашены Выдающиеся Представители Разных Планет И при Одном Взгляде На Кришну Все Они Подумали Что Тело Кришны Это Шедевр Создателя Увенчавший Его Труд В сотворении Вселенной Говорится Что Восемь частей Трансценятного Тела Кришна Напоминают Цветок Лотоса Его Лицо Два Глаза Две Руки Купок И Стопы Гопьи И другие Жители Вриндавана Повсюду Видели Сияние Лотосов И не Могли Оторвать Взгляд От Этого Зрелищ Четвертое Излучающее Сияние Сияние Которое Пронизывает Всю Вселенную Считают Лучами Исходящими От Верховной Личности Бога Высшее Обитие Кришны Всегда Излучает Сияние Называемое Браммой Джоти И Это Сияние Исходит От Его Тела Сияние Росыпи Драгоценных Камней Которыми Украшена Грунь Господа Способна Затмить Даже Сияние Солнца И Все Же Если Сравнить Его Сиянием Тела Господа Это Росыпи Драгоценных Камней Хотя И Видели Что Телоши Кришна Очень Нежно Пришли В смятение Испугавшись От одной Только мысли О том Что им Предстоит Бороться С ним Пятое Сильный Того Кто Обладает Огромной Физической Силой Называют Балиюн Когда Кришна Убил Ариштасуру Некоторые Из гопин Говорили Подруги Посмотрите Как Кришна Убил Ариштасуру Тот Был Сильнее Горы Но Кришна Поднял Его В воздух Как Пушинку И С легкостью Отшвырнул А еще В одном Стихе Сказано У преданные Слуги Кришна Да Оградит Вас От всех Опасностей Левая Рука Господа Кришна Которую Он Словно Мячик Поднял Холм Говардхана Шестое Вечно Юный Кришна Прекрасен В любом Возрасте В детстве Отрочестве И юности Из них Юность Это Пора Наслаждений Возраст В котором Служение Господа Может быть Самым Разнообразным В этом Возрасте Кришна Проявляет Все свои Трансценятные Качества И проводит Высочайшие Лилы Поэтому Начало Его юности Преданные Считают Самой Благоприятной Порой Для проявления Экстатической Любви Кришна В этом Возрасте Описывают Так Сила Юности Кришна Сочеталась С Его Улыбкой Которая Своей Красотой Затмевала Полную Луну Он Все Время Был Великолепно Одет Во Красоте Превосходя Самого Бога Любви И всегда Притягивала К себе Сердца Гопи Наполняя Их Блаженством Седьмое Блестящий Знаток Языков Шилру Пагасвами Пишет Что Знатоком Языков Называют Того Кто Владеет Языками Разных Стран Особенно Санскритом Языком На котором Говорят В городах Полубогов А так же Другими Языками Мира В том числе И языками Животных Из этого Утверждения Следует Что Кришна Понимает Даже Языки Животных И способен Говорить На этих Языках Пожилая Обитательница Вриндауна Жившая В те времена Когда Кришна Проводил Там Свои Игры Однажды С удивлением Заметила Можно Только Удивляться Видя Как Кришна Завладевший Сердцами Всех Девушек В Раджа Буми Говорит Говорит На языке Враджабуми С гопи На санскрите С полубогами А на языке Животных С коровами И буйволами Кроме того Кришна Кришна В совершенстве Владеет Языком На котором Говорят Провинции Кашмир Языком Попугаев И других Птиц А также Самыми Разными Широко Распространенными Языками Угопи Каким образом Кришна Научился Так хорошо Говорить На стольких Языках Восьмое Правдивый Правдивым Называют Того Кто Никогда Не нарушает Своего Слова Однажды Кришна Пообещал Кунти Матери Пандавов Что все Пять Сыновей Останутся В живых После Битвы На Куркшетре Когда Битва Закончилась И все Пандавы Вернулись Домой Кунти Возблагодарила Кришну За то Что он Сдержал Слово Она Сказала Даже Солнечные Лучи Могут Остыть А лунные Стать Теплыми Но Что бы ни Случилось Ты Никогда Не нарушишь Своего Обещания В другой Раз Когда Кришна Пхима И Арджуна Пришли Вызвать На бой Джарасандху Кришна Честно Признался Джарасандхе Что Перед ним Стоят Все Тот же Вечный Кришна И двое Пандав Дело В том Что и Кришна И Пандав В данном Случа Бима Арджуна Были Кшатриями Царями Войнами Джарасандха Тоже Был Кшатрием И он Славился Своей Щедростью Брахмана Поэтому Намеревая Сразиться С Джарасандхой Кришна С Пхимой Арджуны Предстали Перед ним Водеяние Брахманов Джарасандха Который Ничего Не жалел Для Брахманов Спросил Что Им Нужно От него И Те Ответили Что Хотят Сразиться С ним После этого Переодетый Брахманом Кришну Раскрыл Ему Что Он И Есть Тот Самый Кришна Извечный Враг Джарасандхи Девятое Приятный Собеседник Приятным Собеседником Называют Того Кто Может Своими Дружелюбными Речами Успокоить Даже Врага Кришну Был Именно Таким Приятным Собеседником Одержав Победу Над своим Врагом Кали В водах Емуны Он Сказал О Царь Змея Хотя Я и Причинил Тебе Столько Страданий Пожалуйста Не Сердись На Меня Мой Долг Охранять Этих Коров Которым Поклоняются Даже Полубоги Я должен был Изгнать Тебя Отсюда Чтобы Оградить Их От Опасности Которые Они Подвергаются В твоем Присутствии Змей Кали Поселившись В одной Заводе Емуны Отравил Своим Ядом Всю Воду В ней Это Послужило Причиной Гибели Многих Коров Которые Приходили К ней На Водопой Поэтому Кришна Которому Тогда Было Не Больше Четырех Пяти Лет Прыгнул В реку И Очень Сурово Наказал Кали А Затем Велел Ему Покинуть Это Место И Найти Себе Другое Кришна Сказал Тогда Что Коровам Поклоняются Даже Полубоги И Сам Подал Пример Того Как Нужно Их Защищать По Крайней Мере Те Люди Которые Находятся В Сознании Кришны Должны Следовать Его Примеру Охраняя Коров И Заботясь О них Коровам Поклоняются Не только Полубоги Известно Несколько Случаев Когда Им Поклонялся Сам Кришна Особенно Особенно В день Гапаштами И Во время Гавардхана Пуджа Десятая Десятая Красноречивая Красноречивая Называют Позже Позже Она Описывала Эпизод Своим Подругам Кришна Говорил Со Своим Отцом Так Мягко И Учтиво Что Казалось Будто Он Вливает Нектар В Уши Присутствующих Кто Сможет Стоять Перед Ним Услышав Его Сладкие Речи Удава Он Так Описывает Речь Кришна Которой Присущи Все Хорошие Качества Какие Только Есть Во Вселенной Слова Кришна Омладают Такой Притягательной Силой Что Способно Мгновенно Изменить Сердце Даже Его Недруга Его Слова Могут В один Миг Разрешить Все Вопросы И Проблемы Этого Мира Он Немногословен Но Каждое Слово Слетающее С его Уст Исполнено Глубочайшего Смысла Во Истину Речи Кришны Доставляют Мне Бесконечное Удовольствие Одиннадцатая Высокообразованный Человека Который Хорошо Образован И поступает В строгом Соответствии С нравственными Принципами Называют Высокообразованным Того Кто Сведущ В разных Отраслях Знания Называют Образованным А Того Кто Поступает Соответствии С нравственными Принципами Нравственным Человеком Вместе Два Этих Фактора Составляют Образование Шри Нарада Муни Так Описывает Ученичество Кришны Усанли Пани На заре Творения Господь Брама И другие Подобны Облакам Вобравшим В Себя Воду Испарившуюся Из Великого Океана Кришны Иначе говоря Сначала Брахма Получил Ведическое Образование От Кришны Подобно Тому Как Облака Вбирают В Себя Воду Испарившуюся Из Океана Затем Эти Ведические Знания И наставления Которых Брахма Дал Миру Вобрал В Себя Подобной Горе Сандипани Муни Наставления Сандипани Муни Кришне Можно Уподобить Горному Потоку Встекающему С этой Горы И Впадающему В Океан Кришну Из Которого Этот Поток Берет Своё Начало Здесь Имеется Ввиду Что На самом Деле Никто Не Может Давать Наставления Кришне Так же Как В Океан Не Вливается Никакой Другой Воды Кроме Океанской Это Это Океан Знание Знание Распространилось Среди Людей Сандипани Муни Сравнивают С рекой Которая Течёт Чтобы Влиться В тот же Самый Изначальный Океан Кришна Сиддхи Обитатели Сиддхалоки Планеты Все жители Которые От рождения Наделены Всеми Мистическими Способностями И Чараны Обитатели Другой Подумной Планеты Обратились Кришне С такой Молитвой У Говинда Богиню Знания Украшают Четырнадцать Совершенств Которые Приносят Образование Её Разум Способен Проникнуть Во все Уголки Четырёх Разделов Вет Её Внимание Всегда Сосредоточено На Сводах Законов Данных Такими Великими Мудрецами Как Ману А её Одеяния Это Шесть Отраслей Специального Знания Свидетельств Вет Грамматика Астрология Риторика Лексика И логика Неразлучные С ней Подруги Дополнение К ведам Пураны А украшает Её Высшая Истина Венчающая С собой Всё Образование Теперь У неё Появилась Возможность Сидеть С тобой На одной Школьной Скамье И Прислуживать Тебе Кришне Верховной Личности Бога Не нужно Никакого Образования Но он Позволяет Богине Знания Служить Ему Кришна Самодостаточна И не нуждается Ни в чём Служении Несмотря на то Что у него Очень много Предных Только По своей Милости И доброте Он делает Вид Что нуждается В служении Своих Предных И даёт Каждому Возможность Служить Ему Что же Касается Нравственных Принципов Товшим От Бога В этом Говорится Прав его Вариндаване Кришна Был для Воров Олицетворением Смерти Для Праведников Воплощённым Блаженством Для Юных Девуш Неотразимым Прекрасным Богом Любви А для Бедняков Самым Щедрым Благодетелем Для Своих Друзей Он Освежающий Как Полная Луна А для Противников Подубен Губительному Огню Извергаемому Господом Шивой Таким Образом В отношениях С разными Людьми Кришна Проявляет Своё Совершенное Знание Моральных Принципов То То что Он Олицетворяет Собою Смерть Для Воров Не Значит Что Он Не Придерживается Моральных Принципов Или Жесток Даже В этом Проявляется Его Доброта Потому Что Смертный Приговор Для Воров Выносится На Основание Высших Моральных Принципов В Бхагавадгите Кришна Тоже Говорит Что К разным Людям Он Относится По-разному В Зависимости От Того Как Они Относятся К Нему Отношение Кришны К Преданным И К Непреданным Хотя И Различно Но Одинаково Благотворно Для Них Кришна Дарует Только Благо И Что Бо Он Не Делал С Человек Все К Лучшему 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 Двенадцатая. В высшей степени разумный. Разумным называют того, кто обладает крепкой памятью и трезво мыслит. Что касается памяти Кришны, то говорится, что когда он учился в школе Сандипани Муни, в Авантипуре, ему было достаточно один раз услышать наставления учителя, чтобы тотчас в совершенстве усвоить их. Его учеба в школе Сандипани Муни должна была показать людям этого мира, что как бы велик и гениален ни был человек, он все равно должен получить общее образование, участь у сведущих и авторитетных наставников. Как бы велик ни был человек, он должен принять наставника или духовного учителя. Своё умение находить выход из затруднительных положений Кришну проявил, когда нужно было победить царя из касты неприкасаемых, напавшего на Матхуру. По ведическим обычаям цари к шатре не должны дотрагиваться до неприкасаемых, даже для того, чтобы убить их. Поэтому, когда царь неприкасаемый осадил Матхуру, Кришна счел неблагоразумным убивать его своими руками. Однако его нужно было уничтожить. И подумав, Кришна решил бежать в поле битвы, чтобы заставить царя неприкасаемого пуститься за ним в погоню и завести этого царя на гору, где спал Мачукунда. Мачукунда некогда получил от Картикея благословение, согласно которому первый, кого он, проснувшись, увидит, мгновенно обратится в пепел. Кришна решил, что ему следует завести царя неприкасаемого в эту пещеру, чтобы его присутствие разбудило Мачукунду, и тот испепелил царя. Тринадцатое. Гениальный. Гениальным называют того, кто может опровергнуть в споре любых оппонентов, находя все новые и новые доводы. В связи с этим можно сослаться на стих из-под дьяволи, которым приведена беседа между Кришной и Радхой. Однажды утром, когда Кришна пришел к Радхе, она спросила у него. «Дорогой Кеша, а где сейчас твоя Васса?» Санскридское слово «Васса» имеет три значения. Оно означает место жительства, аромат и одежда. Задавая Кришне этот вопрос, Радхарани имел в виду, «А где твоя одежда?» Но Кришна воспользовался значением «место жительства» и ответил Радхе. «О, красавица, плененная мной! Сейчас я живу в твоих дивных глазах!» На это Радхарани ответил. «О, лукавый юноша! Я не спрашивал у тебя, где ты живешь. Я говорил о твоей одежде». «Тогда имей в виду значение аромат!» Кришна ответил. «Удачливая! Я только что наполнил себя этим ароматом, чтобы прикоснуться к тебе!» Шимати Радхарани опять спросил его Кришну. «Где ты провел эту ночь?» В данном случае было использовано санскридское слово «Яминьямаушита». «Яминьямаушита» означает ночью, аушита — проводить время. Однако Кришна разделил слово «Яминьямаушита» на два других «Яминьямаушита» и «Мойушита». В результате чего получилось, что его похитила Яминьямаушита, то есть ночь. Кришна ответил Радхе. «Дорогая Радха, разве ночь может похитить меня?» Так Кришна отвечал на все вопросы Радхарани. И игривые ответы Кришны веселили самую любимую из его подруг Баби. Четырнадцатое. Артистичный. Видактхэй. Называют того, кто говорит и одевается с артистизмом. Эта черта тоже проявляется в Личности Ши Кришна. Радхарани говорила о ней так. «Дорогая подруга, только посмотри, как замечательно Кришна сочиняет песни. Как Он танцует, шутит и играет на флейте. Какие на Нем чудесные гирлянды. Он нарядился так красиво, будто обыграл всех шахматистов. Вся его жизнь — высшее проявление артистического вкуса». Пятнадцатое. Изобретательный. Изобретательным называют того, кто может одновременно заниматься разными делами. В связи с этим одна гопи сказала. «Дорогие подруги, только посмотрите, как ловко Ши Кришна все делает. Он сочиняет прекрасные песни о мальчиках-пастушках и доставляет удовольствие коровам движением своих глаз. Он радует гопи и в то же время он сражается с демонами, вроде Ариштасуры. Так он по-разному ведет себя с разными живыми существами и получает от этого огромное удовольствие». Шестнадцатое. Умелый. Умелым в делах называют того, кто может очень быстро справиться с трудной задачей. Об этом качестве Ши Кришна рассказывается в «Десятой песне» Шиман Бхагаватам. Где Шукадава Госвами говорит Махараджа Парикшту? «О, лучший скуру!» Ши Кришна уничтожил все виды оружия, которым пользовались разные войны. В прежние времена основным оружием были всевозможные стрелы. Одна из сражающих со сторон выпускала какую-то стрелу, а другая должна была нейтрализовать ее своей. К примеру, одна сторона могла выпустить стрелу, обрушившую на врага потоки воды с неба. И чтобы нейтрализовать ее, противной стороне нужно было выпустить стрелу, которая могла мгновенно испарить от воду, превратив ее в облака. Из слов Шукадава Госвами ясно, что Кришна в совершенстве владел искусством отражать стрелы своих противников. Это качество Кришны, умелый, проявилось также во время танца расы. Каждая гопия обратилась к Кришне с просьбой быть ее партнером. Кришна тут же распространил себя во множество экспансий, чтобы составить пару всем гопиям. В результате каждая гопия увидела Кришна рядом с собой. Семнадцатая Благодарный Благодарным называют того, кто всегда помнит о сделанном для него добре и никогда не забывают услуг своих друзей. Махабхарати Эти слова Кришна доказывают, что он для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, достаточно просто позвать им. Это тоже зов к Господу и его энергии. Можно представить себе, насколько Верховный Господь обязан тому, кто постоянно взывает к нему и его энергии. Господь никогда не забудет такого преданного. Вышеприведенные слова из Махабхарты ясно свидетельствуют о том, что любой, кто взывает к Господу, тотчас обращает на себя его внимание, делая Кришну своим вечным должником. Известен другой пример того, как Кришна чувствовал себя обязанным. Но это касается его отношений с Джамбаваном. Когда Господь пришел на землю в образе Господа Рамачандры, Джамбаван, Рикшараджа, верой и правдой служил ему. Поэтому, когда Господь явился вновь в образе Господа Кришны, Он взял в жены дочь Джамбавана и оказывал ему почтение, которое оказывают старшему. Любой честный человек чувствует себя в долгу перед своим другом. Если тот оказал ему какую-либо услугу, но поскольку Кришна самый честный из всех честных, как Он может забыть свой долг по отношению к тем, кто Ему служит? Восемнадцатое. Непреклонный. Непреклонным называют того, кто следует регулирующим принципам и на деле выполняет свои обещания. Один из примеров проявления Господом этого качества описан в Харе-Вамше. Речь идет о сражении Господа Кришны с ладыкой Рая, Индрой, у которого Он забрал цветок париджата. Париджата — это разновидность лотоса, цветок, растущий только на райских планетах. Однажды Сатья-Бама, одна из жен Кришны, захотела иметь этот лотос. Кришна пообещала ей исполнить ее желание. Однако Индра не захотела расставаться с париджатой. Это послужило поводом к большой битве между Кришной и пандамами с одной стороны и всеми полубогами с другой. В конце концов, Кришна одержал победу, забрал париджату и подарил его своей жене. По этому поводу, Кришна сказал Нарадимуне, «О, великий мудрец среди полубогов, теперь ты можешь объявить всем, как преданным, так и непреданным, что когда я захотел забрать париджату, все небожители, гандхарвы, наги, демоны, ракшасы, якши и паннаги пытались одолеть меня, но никому не удалось заставить меня нарушить обещание, которое я дал своей жене». Другое обещание Кришны содержится в Бхагавадгите. Кришна говорит, что никто и ничто не сможет одолеть его преданного. И искренний предный, постоянно занятый трансцендентным любовным служением Господу, должен быть уверен в том, что Кришна никогда не нарушит своего обещания. Он всегда, при любых обстоятельствах, защитит своего предного. Кришна доказал, что умеет держать слово, принеся цветок Париджата сатьябами, оградив Драупу и от оскорблений и защитив Арджуну от всех атак его врагов. Уберзенный в Гвардхана Лиле, Индра тоже был вынужден признать, что Кришна выполняет свое обещание защищать тех, кто предан ему. Когда Кришна запретил жителям Враджа поклоняться Индре, тот разгневался и затопил Вриндаун, обрушив на него потоки пролинового дождя. Но Кришна защитил всех жителей и животных Вриндауна, подняв, как зонтик, холм Гвардхана. Когда все было позади, Индра стал умолять Кришну простить его. В числе прочего, он сказал, подняв холм Гвардхана и защитив жителей Вриндауна, ты выполнил свое обещание не допустить поражения своих преданных. Девятнадцатое. Способны учитывать время и обстоятельства. Кришна в совершенстве знает, как обращаться с людьми в соответствии с обстоятельствами, страной, временем и окружением. О своем умении учитывать момент, обстоятельства и людей Кришна по виду Лудави, рассказывая ему о танце расы с Гопи. Он сказал, наиболее подходящее время для танца, осенняя ночь в полнолуние, как сегодня, лучшее место во Вселенной, Вриндаун, а самые прекрасные девушки Гопи. Поэтому, мой друг Кудова, я думаю, что должен воспользоваться этими обстоятельствами и устроить сегодня танец расы. двадцатый. Смотрящий на все сквозь призму писаний. Того, кто поступает в строгом соответствии с принципами богооткровенных писаний, называет Шастры Чакшус. Шастры Чакшус означает тот, кто на все смотрит глазами авторитетных писаний. На самом деле, любой человек, обладающий знаниями и опытом, должен на все смотреть через призму этих книг. Например, невооруженному глазу солнца представляется некая сияющая субстанция, но, взглянув на него через призму авторитетных научных книг и другую литературу. Мы можем понять, что солнце во много раз превосходит землю по размерам и излучает невероятную энергию. Таким образом, смотреть на все невооруженным глазом еще не значит видеть. По-настоящему видеть значит смотреть на вещи сквозь призму авторитетных книг или глазами авторитетных учителей. Поэтому, несмотря на то, что Кришна верховная личность Бога и его взору открыто все прошлое, настоящее и будущее, чтобы подать пример людям, он постоянно ссылается на Богооткровенные Писания. К примеру, в Багавадгите Кришна выступает в роли высшего авторитета и тем не менее он упоминает и цитирует Веданта сутру, признавая ее авторитетность. Шримут Багаватам есть стих, в котором шутливо говорится. Кришна, враг Камсы, известен тем, что на все смотрит сквозь призму шастер. Однако, чтобы утвердить свой авторитет, сейчас он смотрит на гопи своим взглядом, сводя их с ума. Двадцать первое. Чистый. Есть два вида высшей чистоты. Тот, кто обладает первым из них, способен превращать грешников в праведников. Тот же, кто обладает вторым, не совершает ничего нечистого. Человек, которому присущи оба эти качества, считается в высшей степени чистым. У Кришны есть оба этих качества. Он способен освободить все падшие обусловленные души и в то же время никогда не совершает поступков, которые могут осквернить его. Об этом говорил Видора, стараясь избавить своего старшего брата Дритараштру от его привязанности к семье. Дорогой брат, сосредоточь своему на лотосных стопах Кришна, которому великие мадрецы и святые поклоняются благозвучными исполненными мудростью стихами. Кришна, величайший из дарующих освобождения, разумеется, великие полубоги, Господь Брама, Господь Шива и другие, тоже могут даровать освобождение, однако их способность давать освобождение всецело зависит от милости Кришны. Поэтому Видуру посоветовал своему старшему брату Дритараштру сосредоточить свой ум только на Кришне и поклоняться Ему одному. Когда человек повторяет святое имя Кришну, оно восходит в его сердце. Подобно яркому солнцу, мгновенно рассеивая мрак неведения. Поэтому Видуру посоветовал Дритараштру постоянно размышлять о Кришне, чтобы тот мог отмыть свое сердце от всей грязи, скопившейся там, в результате его греховных поступков. В Бхагавангите Арджуна тоже обращается к Кришне, называя его чистейшим Парам-Брахма, Парам-Дхамма по витрам. Есть также много других примеров, подтверждающих высшую чистоту Кришна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 22-ю... 22-ю... Владеющий собой... Владеющим собой ваши называют того, кто способен обуздывать свои чувства. Шримут-Бхагаватам об этом говорится следующее. Все 16 тысяч жен Кришны отличались такой исключительной красотой, что их улыбки и застенчивость могли пленить даже великих полубогов, таких, как Господь Шива. Но даже они при всей своей неотразимой женственности не могли вывести из равновесия Кришну. Каждая из тысяч жен Кришны думала, что Он пленен ее женской красотой. Но на самом деле это было не так. Следовательно, Кришна самый великий из тех, кто владеет своими чувствами, что подтверждает и Бхагавадгита, где его называют Хриши-Кяши, Господином чувств. 23 Решительный Решительным называют того, кто не прекращает усилий, пока не достигнет поставленной цели. Однажды Кришна сражался с царем Джамбаваном, чтобы отобрать у него драгоценный камень Семантака. Царь попытался скрыться от Кришны в лесу, но и это не остановило Кришну. Он с великой решимостью отправился на поиски царя и в конце концов заполучил драгоценный камень. 24 Терпеливый Терпеливым называют того, кто безропотно сносит все невзгоды, даже если они кажутся невыносимыми. Когда Кришна жил у своего духовного учителя ради служения своему гуру, он готов был терпеть любые неудобства, хотя тело его было очень нежным. Служить своему духовному учителю, невзирая ни на какие трудности, обязанность ученика. Ученик, живущий в доме своего духовного учителя, должен просить подаяния, одиан двери к двери и все отдавать духовному учителю. Когда раздается просад, духовный учитель завез всех учеников кушать. Но если духовный учитель случайно забывает позвать кого-либо из учеников кушать просад, то такому ученику, как говорится в богооткровенных писаниях, полагается в этот день поститься. Он не имеет права самовольно принимать пищу. Существует и много других аналогичных запретов. Кроме того, иногда Кришна ходил в лес за хворостом для очага. 25 Снисходительный Снисходительным называют того, кто может спокойно сносить всевозможные оскорбления своих недругов. Снисходительность Господа Кришны описана в Шишупала Вадхе в рассказе о том, как он запретил убивать Шишупала. Царь Шишупала правил царством Чеди и, хотя приходился Кришне двоюродным братом, всегда враждебно относился к нему. При каждой их встрече Шишупала старался оскорбить Кришну и всячески поносил его. Когда на арене, где Махараджи Дыштьера устроил жертвоприношение Раджасуя, Шишупала стал поносить Господа Кришну. Кришна не обратил на это никакого внимания и молчаливо сносил все его оскорбления. Среди присутствовавших нашлись люди, готовые убить Шишупала на месте, но Кришна остановил их. Его снисходительности не было предела. Говорится, что когда в тучах гремит гром, могучий лев отзывается на его раскаты громовым рыком, но на тявканье глупых шакалов он не обращает никакого внимания. Шрия Муначария превозносит снисходительность Господа Кришны такими словами. «О, Господь Рамачандра, ты так великодушен, что простил даже ворона, поцарапавшего грудь Джанаке, стоило тому склониться перед тобой». Однажды Царь Небес Индра принял облик ворона и налетел на ситу Джанаке, жену Господа Рамачандры и клюнул ее в грудь. Безусловно, это было оскорблением Матери Вселенной Ситы и Господь Рамачандра был готов на месте убить ворона. Но поскольку ворон припал к стопам Господа, Шри Рама простила ему эту обиду. Далее Шрия Муначария говорит в своей молитве «Но Господь Кришна снисходительнее даже Господа Рамачандры, потому что Шишупала имел обыкновение поносить Кришну не только в этой жизни. Он делал это в течение трех жизней подряд. Тем не менее, Кришна был так милостив к нему, что даровал Шишупали освобождение, позволив ему слиться со своим бытием. оттуда и и заключить, что цель, которую ставят перед собой манисты слияния с сиянием Всевышнего Брама Джоти легко достижим. Те, кто подобно Шишупали последовательно враждебен к Кришне, тоже могут получить это освобождение. Двадцать шестое. Непроницаемый. Непроницаемым называют того, кто не каждому открывает, что у него на уме. Или того, чей ход мысли и план действий очень трудно понять. Однажды Брахма, нанеся оскорбление Господу Кришне, стал молить его о прощении. Но сколько Брахма не возносил ему чудесных молитв, он никак не мог понять, умил истил он Кришну или нет. Иначе говоря, Кришна был так непроницаемый, настолько погружен в себя, что не придал особого значения молитвам Брахмы. Другим примером непроницаемости Кришны является его любовное отношение со Шриратхой. Кришна никому не рассказывал о своих отношениях со Шриратхой. И даже его старший брат Баладева, неразлучный с ним, не мог понять изменения, происходивших с Кришной. Настолько тот был непроницаем. 27-е Самодостаточный Самодостаточным называют того, кто черпает удовлетворение в самом себе, не имея никаких желаний и не расстраивается, даже когда есть серьезные причины для огорчения. Кришна проявил это качество, когда он, Арджуна и Пхима отправились бросить вызов Джарасандхе, грозному царю Магадхе. При этом Кришна уступил право убить Джарасандху, Пхимасэня. Из этого эпизода ярствует, что Кришна не заботился о своей славе, хотя нет никого более славного, чем он. Примером невозмутимости Кришна служит история Шишупалой, который поносил его. Все цари и брахманы, собравшиеся на церемонию жертвоприношения, устроенную Махараджи Диштирой, были возмущены и хотели умилостивить Кришну своими молитвами, но никто из них не заметил в нем ни малейшего признака волнения. Двадцать восьмую Беспристрастный Беспристрастным называют того, кто свободен от всех привязанностей и зависти. Пример Беспристрастности Кришны приводится в десятой песне Шимон-Бхагаватам, где рассказывается о том, как Кришну наказал Калию стоглавого змея, пока он сурово наказывал Калию. Все жены Калия окружили Господа и стали возносить ему молитвы. О, Господь, Ты не зашел на землю, чтобы наказать все демонические создания. Наш муж Калия великий грешник и вполне заслуживает Твоего наказания. Мы знаем, что Ты одинаково относишься и к своим врагам, и к своим сыновьям. Мы знаем, что Ты наказал это жалкое создание только потому, что заботишься о его будущем благополучии. В другой молитве говорится «Дорогой Господь Кришна, лучший из рода Куру, Ты так беспристрастен, что если Твой враг заслужит награду, Ты вознаградишь его. А если один из Твоих сыновей окажется преступником, Ты накажешь его. Это Твоя обязанность, ибо Ты Творец и Владыка всех вселенных. Ты не пристрастен никому. Тот кому ты кажешься пристрастным безусловно ошибается. Двадцать пожертвования, когда Кришна правил в Двараке, он был очень щедр, его пожертвованиям не было конца. Он раздавал богатство с такой щедростью, что Дварака затмила даже духовное царство со всеми его богатствами, философским камнем чинтамне, деревьями желаний и коровами сурапхи. В Духовном Царстве Господа Кришны на Галоке Вриндаване живут коровы сурапхи, дающие неограниченное количество молока. Там растут деревья желаний, с которых можно срывать любые фрукты и в каких угодно количествах, стоит только захотеть. Земля там из философского камня от одного прикосновения к которому железо превращается в золото. Иными словами, Духовное Царство, обитель Кришны, исполнено всех богатств. И все же, когда Кришна правил в дварке, его щедрость затмила даже богатство Галоки Вриндаваны, где бы ни находился Кришна, ему повсюду сопутствует изобилие Галоки Вриндаваны. Говорится также, что в дварке Господь Кришна распространил себя в 16108 экспансий, одновременно живя в 16108 дворцах, с 16108 женами. Более того, Кришна не только наслаждался счастьем со своими царицами в этих дворцах, в каждом он ежедневно дарил по 13054 богато украшенных и покрытых драгоценными попонами коровы, в каждом из 16108 дворцов он каждый день раздавал по 13054 коровы, если помножить 13054 на 16108 то получится количество коров, которых Кришна жертвовал каждый день. Никто не в состоянии даже примерно оценить сколько стоит такое количество коров, но это было обычным делом во времена царствования Кришны в Дварке. Тридцатый религиозный Религиозным называют того, кто сам живет в соответствии с религиозными заповедями шастер и учит этому других. Чтобы называться религиозным, недостаточно просто исповедовать какую-либо веру. Для этого необходимо еще жить по заповедям религии и своим примером очень других. Только такого человека можно считать религиозным. Пока Кришна находился на этой планете, никто не нарушал законов религии. В связи с этим народом он неоднажды в шутку сказал Кришне. О, мой Господь, которого чтут все мальчики-пастушки, твои быки, олицетворяющие собой религию, бродящие на четырех ногах по пастбищам, съели всю траву без веря. Иначе говоря, по милости Кришна, устой религии поддерживались так тщательно, что практически никто не нарушал ее заповеди. Говорится так же, что Кришна постоянно совершал всевозможные жертвоприношения, приглашая на них полубогов с высших планетных систем. И потому супруги полубогов почти все время оставались в одиночестве. Недовольные постоянным отсутствием своих мужей, они стали молить Кришну, воплотиться в облике Господу Будды, девятого воплощения Господа, приходящего на землю век Кали. Иначе говоря, вместо того, чтобы радоваться приходу Господа Кришны, они стали молить о скорейшем приходе Господу Будды, девятого воплощения, поскольку Будда должен был положить конец обрядам и жертвоприношениям, рекомендованным в ведах, чтобы прекратить убиение животных, Жены полубогов думали, что если придет Господь Будда, то все жертвоприношения прекратятся, и их мужья больше не будут отлучаться на эти церемонии, оставляя их в одиночестве. Иногда задают вопрос, почему полубоги с высших планетных систем не приходят на Землю в наше время? Причина этого очень проста. Господь Будда воплотился на Земле и осудил жертвоприношения. Он сделал это, дабы положить конец убиению животных. Так что больше никто на Земле не совершает жертвоприношений, и полубоги не считают нужным появляться на этой планете. «Открым» «Открым» и «Открым» Продолжение следует...